В Наринмар с победы вернулся образцовый ансамбль лошкарей «Ладушки». Ребята выезжали на седьмой международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики», который проходил в Калининграде. Ансамбль покорил зрителей своим исполнением и получил гран-при конкурса. О секретах успеха ребята рассказали нашей съемочной группе, которая встретила победителей в аэропорту. Виртуозная игра лошкарей из Тельвиски принесла заслуженную награду. Гран-при в номинации «Инструментальное творчество» и грант в 20 тысяч рублей на международный конкурс-фестиваль «Русская сказка». И потом объявляют гран-при, образцовый ансамбль лошкарей. Эмоции было море просто. Мы вышли на сцену, радости, зал аплодировал. Это было, ну, словами, мне кажется, не передать. А если и передать, то... Да, кричали на бис, то есть аплодировали. Стоя, зал, мы зал смотрим, просто стоит, кричат на бис, аплодирует. Еще одна наша землячка – Анастасия Шатровская. С русской народной композицией «Я любила сокола» покорила зрителей и завоевала диплом лауреата первой степени в номинации «Народный вокал» и специальный приз за высокий уровень исполнительского мастерства. «Участников было очень много, с разных городов. Это была Тюмень, это был Казахстан, это был сам Калининград участвовал, Якутия была, Салихарт, со всей России. Много было участников и очень много было сильных ребят. И конкуренция, конечно, была достойная. Просто было интересно что-то посмотреть, самим показаться, что-то взять». Подготовка к фестивалю шла долгая и порой тяжелая. Руководитель ансамбля Галина Дуркина признается, итоговый номер на выступление подготавливался за два дня до вылета. «Как-то мы все закрутили, завертели, потому что была командица пока одна, но за два дня, я говорю, парни, с ума не сходим, все сели. Я сказала, что давайте сделаем так, добавим, вот мастерская, двеная мастера, добавим там еще бревно, из бревно делать ложки, поварешки. И пошло, пошло, потом он бревно берет, работает бревно. Ну, это был такой шик, почему, когда спросила, говорила члену жюри, объясняю, что ведь гран-при дается не то, что там все хорошо, красиво, но еще есть какую-то изюминку за артистизм, за умение подать номер так, чтобы зал стоя аплодировал им». Конкурс «Фестиваль Золото Балтики» проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства, а также открытия новых имен и талантов. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.